Служба внешней разведки России отмечает юбилей. 90 лет назад при НКВД был организован специальный иностранный отдел, на базе которого после распада Союза была создана СВР. Тонкости работы разведчиков надежно скрыты под грифом «секретно», но к юбилею на некоторые тайны прошлого решили пролить свет. Сегодня на поклонной горе открылась выставка, на которой представлены документы, личные вещи сотрудников, шпионская техника и фотографии. Экспонаты осмотрел Александр Калинин. Это вообще-то чудо, что решили хоть что-то показать. Ведь у разведки, что не экспонат, то секрет. А наши секретов не выдают. А какие-то документы рассекреченные представлены? Это же всегда интересно. Ну, про рассекреченные документы, ну, что бы можно было сказать. Или по-прежнему все это хранится в тайне? Ну, с точки зрения рассекреченных, можно так сказать, что рассекреченные люди. На скромных стендах и правда лица тех, кто, пусть и подспудно, вершил судьбы, если не всего мира, то отдельных стран точно. Личных вещей разведчиков немного, но они есть. Обыватель, правда, пройдет мимо них, не задумываясь. В частности, вот интересный экспонат. Пиджак Кима Филби, английский. И у нас будет показана, кстати, фотография Кима Филби вот в этом пиджаке, вот изображенная на этой фотографии. Фотографии еще одного гения разведки времен Холодной войны, Конана Молодого, эту выставку вообще открывает. Его личные вещи куда ближе к стереотипным шпионским штучкам из лент про Джеймса Бонда. Контейнер для микрофильмов, флакон из-под талька с романтичным названием «Голубой гиацинт». Рядом учебник китайского языка. Молодый в соавторах. Это при том, что шпионил он в США, Канаде и Великобритании. В общем, рядовым умом разведчиков не понять. Ни тогда, ни сейчас. Шпионовские штучки. У нас есть некоторые вещи. Есть у нас на выставке сейчас показаны. Контейнер, которым пользуется Рудерф Абель, который поставляет нам внешне, поставляет одноцентную монету. На самом деле, это коробочка с крышечкой, которым можно было передавать секретную информацию. Она у вас есть на выставке? Да. Ну, покажите, пожалуйста, что я тебя не заметил. А, ну, была. Была, да сплыла. Табличка есть, а экспоната нет. Чудеса на стеллажах тут сплошь и рядом. Взять хотя бы женщин-разведчиц. Казалось бы, не привлекать внимание одна из шпионских заповедей. А среди шпионок полно красавиц. На заре шпионских войн в начале 20-х годов прошлого века перед советской разведкой раскинулось непаханное поле для творчества. Никаких сотовых телефонов, электронной почты и даже радиоперехвата. Сегодня, чтобы прочитать, например, секретную переписку американских дипломатов, даже не нужно ничего расследовать. После скандала с Викилифс, кажется, уже никто не сомневается. Главная шпионская сеть сегодня – это сеть интернет. Но с современным инструментарием разведчика на выставке и не пахнет. Понятное дело – тайна. Приходится довольствоваться дисковым телефоном, печатной машинкой того же Филби и чемоданом радиостанции из лохматых 50-х. В общем, шпионской ретро-романтики на всех хватит.